На что намекается в без Армении, Турция, не друг, не враг, а так. Интервью секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, в котором он заявил, что Армения должна откорректировать свой подход в отношениях с Турцией, и что есть шанс открыть регион, вызвало большой резонанс в Армении. Эксперты говорят, что в преддверии 24 апреля, когда даже источники в Вашингтоне утверждают, что признание байденом геноцида армян велико, Армения предпринимает шаги, которые могут иметь непредсказуемые последствия. Турция пытается наладить отношения с Арменией, чтобы избежать признания геноцида. А признание – это сомнение не только в легитимности границ Турции, но и в столетней российско-турецкой сделке по разделу региона. Признание со стороны США, если такое намерение действительно присутствует, может стать заявкой на ревизию русско-турецкой схемы. Тем более, что на днях замго-секретаря США Джордж Кент заметил, что конфликты в регионе должны решаться не в формате 3 плюс 3, предложенном России и Турцией, а в рамках ОБСЕ. «Однозначно утверждать, что от Турции не исходит никакой угрозы, будет неправильно, но проходящие в регионе действия в целом предоставляют другие возможности», – сказал Армен Григорян. На что намекается в БЕС Армении? Согласованы ли эти шаги с Россией? Кстати, представитель второй думской партии «Справедливая Россия», «Патриоты», за правду Николай Новичков сказал, что когда начался конфликт Армении и Азербайджана, они обратились к жителям непризнанной республики. «Единственный способ решить конфликт раз и навсегда – это присоединение к России», – сказал он. Таким образом, явно просматриваются два согласованных тренда – инкорпорация Арцаха-Россия и улучшение отношений Армении с Турцией, с перспективой нового раздела региона между Россией и Турцией, уже за подписью Армении. Этот процесс запущен, парламент Карабаха принял закон, которым признал русский язык вторым официальным. А в Армении уже говорят о налаживании арменно-турецких отношений и о том, что Турция – не совсем враг. Напомним, в концепции Совета безопасности Армении, принятой 20 июля 2020 года, черным по белому написано, что Турция перестанет быть угрозой независимости Армении, если пересмотрит недоброжелательное отношение к Армении и армянскому народу и признает права жертв геноцида армян и их потомков, что создаст условия для преодоления последствий геноцида. Последствия геноцида – это создание турецкого государства на армянских землях, что изменилось с июля 2020 года для Армена Григоряна. Кровавая война осенью 2020 года должна была углубить озабоченность Армении и подтолкнуть ее к более жесткому требованию признаний геноцида армян и усилием по развалу столетней русско-турецкой схемы. Но армянский политический класс своими шагами только укрепляет эту схему. Армения не заявила о МИАЦУМИ 20 февраля, в день провозглашения независимости Арцаха, не сказала ничего с 16 марта, в день столетия московского русско-турецкого договора. И теперь, в преддверии 24 апреля, устами Армина Григоряна изъявляется готовность наладить региональное сотрудничество с Турцией. Что касается судьбы Арцаха, то руководство Армении и Арцаха на совместном заседании Советов Безопасности 26 марта удовлетворилось тем, что обещало направить собранные диаспоры 110 миллионов долларов на строительство домов в Арцахе. О статусе Арцаха, системе безопасности и дальнейших отношениях Армении и Арцаха в официальном сообщении не говорится. На что намекается в Безармении, Турция, не друг, не враг, а так?